Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Если один человек говорит, а другой молчит, слушает... То здесь вроде разговаривают два человека, но, конечно, никакого спора нет. Или один говорит, а другой поддакивает. Здесь тоже нет никакого спора. Спор начинает возникать тогда, когда выявляется расхождение во мнениях, в убеждениях. Когда один говорит, а другой возражает. Вот тогда диалог превращается в спор. Таким образом, можно сказать, что спор есть диалог, в основе которого лежит расхождение в убеждениях. И имеется у собеседников взаимное желание как-то преодолеть это расхождение. Прийти к общему мнению или принять мнение одного из собеседников. Вот что такое спор. Ну, в русском языке, как мы с вами знаем, имеется несколько слов для обозначения такого рода диалогов. Спор, полемика, дискуссия. Еще там какие-то, возможно, есть слова. Однако, различие между этими вещами не является сколько-нибудь ясным и определенным. Но обычно под полемикой, дискуссией имеется в виду что-то наукообразное, что-то возвышенное. А спор – это что-то более низменное, приземленное. Ну, можно говорить там о дискуссии Бора и Эйнштейна по поводу основ квантовой механики. Или о полемике славянофилов с западниками, скажем, в XIX веке в России. И как-то смешно говорить о дискуссии между, скажем, Васисуалием Лоханкиным и его склочными соседями по поводу непогашенной лампочки в общественном туалете. Здесь мы говорим спор, даже хуже склока или пранка. Однако, конечно, вот эти представления о возвышенном или низменном, они достаточно субъективны. К тому же часто какая-нибудь наукообразная дискуссия довольно быстро превращается в ульгарную перебранку, в спор, в самом низменном значении этого слова. Как мы уже сказали, логической основой спора являются доказательства и опровержения. Один человек высказывает свое мнение, свое убеждение, другой оспаривает, опровергает это мнение и убеждение. Но это лишь самая основа спора. И спор, дискуссия не ограничивается только логическими доводами, формулировкой тезисов или аргументов. Если бы это было так, то спор был бы столкновением идей. А ведь в спор вступают люди, личности, каждый со своим характером, темпераментом, уровнем знаний и образования. Поэтому в дополнение к логике, к логическим приемам построения доказательств и опровержений, добавляется еще и масса других приемов, тактических. Когда люди вступают в интеллектуальные столкновения, они стремятся одержать победу. То есть доказать, что их мнение, их убеждение является правильным и должно быть принято. Но именно вот то обстоятельство, что спор выходит за пределы логики и обращается к некоторым другим вещам, и делает споры столь интересными, увлекательными. И в дополнение к логическим знаниям требуется еще и характер, быстрота соображения, умение применять свои логические навыки. Искусство ведения спора изучает иристика. Это раздел логики, пытающийся выявить и описать те приемы, с помощью которых ведутся интеллектуальные столкновения. Первый набросок иристики дал еще в середине XIX века блестящий немецкий философ Артур Шопенгалов. Более систематическое изложение иристики принадлежит нашему отечественному русскому логику Паварнину, книга которого спор о теории и практике спора до сих пор в общем не потеряла своей ценности. За последние годы в отечественной литературе появилось немало работ, рассматривающих теорию аргументации, среди которых достаточно почетное место занимают работы философов нашего института. Георгия Ивановича Рузавина, Александра Рафимовича Ивина, Ирины Алексеевны Герасимовой. Мы будем говорить о споре, по крайней мере первоначально, как о некотором рациональном, интеллектуальном состязании, участники которого придерживаются определенных, придерживаются не только требований логики, но и определенных, так сказать, принятых правил поведения. Ну, точно так же, как, скажем, спортивные какие-либо состязания. Допустим, боксеры на ринге. Есть определенные правила боксерского состязания, за соблюдением которых следит рефери судья на ринге. Есть вещи, которые запрещены в боксерском состязании. Но, однако, в дополнение к этим правилам, за соблюдением которых следит судья, мы можем использовать различные тактические приемы вот этого боксерского столкновения. Можно, скажем, в первых раундах сидеть в обороне, ждать, пока противник выдохнется, а потом уже постараться одолеть его. А можно, наоборот, с самого начала запугать его агрессивностью, осыпать его градом ударов, чтобы он, так сказать, пал духом. Это допустимые вещи. Это допустимые вещи. И вот, рассматривая спор, мы тоже будем рассматривать допустимые приемы ведения споров. Но, конечно, если боксер перед выходом на ринг закладывает в перчатку свинцовую вильку, то, конечно, это уже выводит бокс из рамок спортивного состязания, превращает его в драку. Точно так же и использование некорректных, нелояльных приемов в споре выводит его за рамки интеллектуального столкновения. Итак, спор – это диалог, в основе которого лежит расхождение убеждений и стремление преодолеть это расхождение. Ну, какие бывают споры? Если мы посмотрим на окружающую жизнь, то увидим, что бесчисленное количество различных споров ведется на всех уровнях социальной жизни. И на кухне у нас дома, и на работе с коллегами, и в политических всякого рода дискуссиях, и в организации объединенных наций, и так далее, и так далее, и так далее. Как разобраться в этом огромном пестром конгломерате? Нужно как-то попытаться разбить споры на какие-то виды, группы, с тем, чтобы составить себе какое-то представление об их разновидностях. Но на какие виды мы разобьем наши споры, зависит от того, какой признак, какое основание мы возьмем для классификации. Ну, скажем, мы можем взять в качестве такого основания, разбиение различных споров на группы, цвет волос участников спора. Тогда что мы получим? Спор брюнетов с брюнетами, спор брюнетов с блондинами, спор шатенов с рыжими, ну и так далее. Вполне возможная такая классификация. Или возьмем половой признак. Получим всего три разновидности споров. Спор женщин с женщинами, спор мужчин с мужчинами, и самое страшное, конечно, спор мужчин с женщин. Всего три разновидности. Но эристика выделяет, как ей кажется, более существенные разновидности споров по более важным основаниям. Первое. Прежде всего споры разделяются по цели, которые ставят перед собой люди, вступающие в спор. Цели различаются. И в зависимости от этого различаются и споры. Наиболее респектабельной разновидностью споров считается такой спор, участники которого стремятся выяснить истину. В этом случае спор, дискуссия оказывается одним из способов познания, когда люди вступают, сталкивают различные позиции, точки зрения, с целью выяснить, какая из них верна. Это способ познания, который используется часто в научных кругах, в лабораториях, вот, в прочих вещах, на конференциях научных. Действительно, это, видимо, очень высокая разновидность споров. Здесь нет места мелкому самолюбию, тщеславию, вот, тупому опломбу. Здесь людьми движет искренняя любознательность, стремление понять, на чьей же стороне правда. Ну, и такого рода спора, к сожалению, во имя истины, часто тоже переходит в перебранку. Ну, все мы люди, все мы обидчивы и так далее. Вспомните, скажем, знаменитый спор Ньютона и Лейбрица по поводу приоритета в открытии дифференциального интегрального исчисления. Он кончится взаимными оскорблениями. Второе. Целью спора может быть проверка истинности или обоснованности некоторого утверждения. Скажем, у меня появилась мысль, возникло какое-то убеждение, мнение, решение какой-то проблемы. Но я еще сам не очень уверен в том, что эта мысль верна, истина. И в разговоре с каким-то собеседником могу выставить ее в качестве тениса с тем, чтобы посмотреть, что, какие аргументы можно высказать против нее. Вот. Или напротив нападать на нее и смотреть, какие аргументы мой собеседник выскажет в ее защиту. Ну, конечно, такого рода споры ведутся с друзьями, за чашкой кофе. Они доставляют не только тонкое интеллектуальное наслаждение, но и содействуют прояснению, уточнению наших собственных убеждений. Третье. Спор может проводиться также с целью выработки некоторого общего мнения для достижения согласия, или, как говорил один наш политик, консенсуса. Такого рода споры часто ведутся, скажем, в юридической практике, да и в нашей повседневной жизни. Когда, скажем, ну, я не знаю, бывают ситуации, когда стороны не хотят отказываться от своих мнений, от своих убеждений. Вот. Но действовать приходится сообща. И тогда люди вступают в спор с тем, чтобы как-то смягчить свои позиции от чего-то, отказаться что-то принять, с тем, чтобы выработать некоторую общую платформу для действия. Такого рода постоянно ведутся во всякого рода политических организациях. Ну, скажем, в организации объединенных наций. То по поводу Ирака, то по поводу Сирии, а вот теперь по поводу Украины, о чем нам постоянно сообщает наша телевидение. Но точно так же могут спорить и, скажем, представители городской администрации с представителями правоохранительных органов. Скажем, по поводу какого-нибудь несанкционированного митинга. Скажем, чиновники городской управы, скажем, придерживаются мнения, что не надо обращать внимания на этот митинг. Дескать, соберутся, поорут и разойдутся. Представители правоохранительных органов, напротив, скажем, придерживаются позиции, что надо разгонять с помощью танков там и отравляющих веществ. Вступают между собой в спор, чтобы найти какие-то общие меры, которые все-таки принять или не принимать. Ну, договариваются, ладно, там разогнать этот несанкционированный митинг, но, скажем, мягко с помощью пожарных машин. Такого рода компромиссами полна вся наша жизнь, не только политическая, но и в семье часто не обходится без такого рода компромиссов. Четвертое. Но мы-то с вами, дорогие друзья, чаще всего спорим с целью навязать, внушить свое мнение, свое убеждение собеседнику. Который, как нам кажется, придерживается неправильных мнений, неправильного убеждения по какому-то вопросу. Мы бросаемся в спор и стараемся доказать собеседнику, что наше мнение правильно, истинно, а он заблуждается. Ну, скажем, вы считаете, кто-то считает, что молодой человек Н, хороший человек, порядочный, честный, поет его дифферамбы. А вы-то знаете, что на самом деле он лицемер и человек непорядочный. Вступаете с вашим собеседником в спор, стремясь доказать ему свое мнение о данном человеке. Ну, такого рода споры часто, или порой, вернее, лучше сказать, ведутся по обязанности, когда вы защищаете взгляды какой-то политической партии или секты, в которые принадлежите. Ну, если вы вдруг видите, что ваш собеседник именно такого рода, то лучше от него отойти, бессмысленно вступать в спор. Ну, и, наконец, последнее, пятое. В спор можно вступать просто ради победы в интеллектуальном состязании. Это, конечно, худшая разновидность споров. Но люди довольно странные существа. Они часто могут простить, скрепя сердце другому, так сказать, его внешние данные, привлекательные, его благополучную жизнь, даже могут признать превосходство в знаниях другого человека. Но бывает нестерпимо трудно признать интеллектуальное превосходство другого, признать, что он умнее вас. Вот это многим кажется нестерпимым. Но для многих людей победа вот в такого рода интеллектуальных столкновениях является способом самоутверждения. Может быть, чуть ли не единственным. Да, я на кубок беден там, я неудачник в любви и в работе, а он и удачлив и, так сказать, красив, но зато я всегда побеждаю его в спорах. И это дает мне некоторые основания для самоуважения. Ну, если вы встретите такого человека, который засыпает во спорах от слов, и с торжеством провозглашает свою победу, отойдите от него, нет смысла спорить с таким человеком. Вот это первое разделение споров по цели, которую ставят перед собой его участники. Второе разделение по количеству участников, ведущих дискуссию. Самый простой спор – это, конечно, спор двух человек. Два человека спорят один из других. Более сложный спор – это спор, в котором участвует несколько человек. Но эти несколько человек разбиты как бы на две партии, на две группы. И поочередно высказываются таким образом. Таким образом, это как бы борьба интеллектуальная двух команд. И здесь представлены всего две позиции, две точки зрения. Самый сложный спор – это тот, в котором не только участвует несколько человек, но и каждый участник придерживается своей особой точки зрения. Ну, такого рода споры, конечно, нуждаются в том, чтобы был какой-то незаинтересованный человек, как судья на ринге или на футбольном поле, который следит за соблюдением правил, там предоставляет слов, следит за регламентом и так далее. Мы часто можем видеть такого рода споры по телевидению, на всякого рода круглых столах, которые собирают наши известные ведущие и прочие. Ну, если вы следите за такого рода спорами, то вы легко можете заметить, что спора в таких случаях практически никогда не получается или получается очень редко. Люди не слушают друг друга, как правило, и каждый стремится лишь к одному, провозгласить свою точку зрения, свою позицию. Ну, в повседневной жизни тоже такого рода споры, в общем, часто оказываются довольно бессмысленными. Ну, как и наши те споры, которые нам показывают по телевидению. Вот пример, чтобы вы немножко передохнули. Вот пример такого рода спора. Узнав все, что произошло, все шестеро, собравшись в комнате, стали совещаться, что же им делать. Вот разговор шести человек, спор. Который из балетных так говорит своей подруге. Очень просто. Я выхожу замуж за Николая, артист женится на тебе, а эти двое сослуживцев тоже составят вполне счастливую пару, служащие в одном учреждении. Вот как нам надо сделать. Сослуживец, к которому пришла жена артиста, говорит, Ха, здравствуйте, пожалуйста. У нее, кажется, куча ребятишек, а я на ней буду жениться. Тоже, знаете, нашли простачка. Артист драма говорит, я прошу не оскорблять моей жены, тем более я не намерен выдавать ее за первого встречного. Жена артиста говорит, да я бы к нему и не переехала. Глядите, какая у него комната. Разве я могу вчетвером с детьми тут находиться? Сослуживец говорит, да я тебя с детьми на пушечный выстрел к этой комнате не подпущу. Имеет такого подлеца мужа, да еще вдобавок мою комнату хочет отобрать. Вижу, уж лежит один на кровати. Сонечка из балетных примеряющий говорит, тогда давайте так. Я выйду за Николая, артист с супругой так и останутся, как были. А на Жене Николая мы женим этого дурака-сослуживца. Сослуживец говорит, здрасте, еще не легче. Вот я сейчас с ней запишусь. Держите карман шире. Да я в первый раз вижу эту облезлую фигуру. К тому же, может, она карманная воровка. Артист говорит, просьба не оскорблять наших дам. Я считаю, что это правильный выход. Наша дама говорит, ну, нет, знаете, я не намерен из своей квартиры никуда выезжать. У нас три комнаты и ванна, и я не собираюсь болтаться по коммуналкам. Сонечка говорит, за трех негодяев у нас все пары распадаются. Так было бы славно. Я за Николая, это за этого. А эти так. И тут, между ними, началась грубая перебранка, счеты о том, о сём. Ну, это Михаил Зощенко, рассказ о забавном приключении. Культурный уровень героев Зощенко, конечно, достаточно очевиден. Но, увы, часто и по телевидению мы видим примерно такого же рода споры. Третье. Чрезвычайно важно, ведется ли спор тет-отет наедине или в присутствии слушателей. Вот эта разновидность выделяют тоже в особый класс. Потому что наличие слушателей оказывает существенное влияние на спор. Слушатели могут одобрительными кликами поддерживать одного из оппонентов. И напротив шиканьем, свистом, топаньем оказывать давление на того, кто им не нравится. Но здесь есть ещё одно. Когда симпатии аудитории для спорящих, для оппонентов оказываются важнее, нежели убеждения оппонента, то спор превращается из спора в присутствии слушателей в спор для слушателей. Оппонент вас уже не интересует. Вы стремитесь завоевать на свою сторону аудиторию. По сути дела, это даже уже и не спор, а способ пропаганды своих идей, внушения их публики. И оппонент выступает для вас лишь как средство такого внушения. Ну, конечно, когда в судебном заседании адвокат спорит с прокурором, он вовсе не надеется убедить прокурора в своей правоте. А для чего он спорит? А для того, чтобы оказать воздействие на присяжных заседателей, на состав суда. Или когда мы смотрим теледебаты каких-то политиков, они что, друг друга стремятся завербовать в свои ряды? Да нет, они знают, что это невозможно. Они хотят нас привлечь на свою сторону, внушить нам свои идеи. Возможно, дорогие друзья, вам придется вести такого рода споры. Споры для слушателей. Если придется, то полезно иметь в виду некоторые очень простые вещи. Очень простые вещи, которые, ну, в какой-то мере вам смогут помочь. Во-первых, помните о том, что публика вас, как правило, слушает плохо. Ну, это естественно. Нормальный человек может слушать другого человека, ну, 3-5 минут. Вряд ли больше. Потом внимание его рассеивается, и он выхватывает из вашей речи лишь какие-то отдельные слова и фразы. Поэтому длинные рассуждения в такого рода спорах должны быть, конечно, исключеными. Во-вторых, имейте в виду, что публика в массе своей малограмотна и бездумна. Ну, может быть, это звучит немножко рисковато. Конечно, в аудитории могут найтись люди образованные, проницательные и умные. Но вы представляете, когда люди собираются совместно, они часто превращаются в толпу и начинают жить эмоциями и страстями толпы. Разум отключается. Поэтому, ну, посмотрите, как ведут себя люди на митингах или там каких-то общих спорящих, там, на спортивных состязаниях. Нормальный там воспитанный человек порой орет или нецензурно выражается, потому что он захвачен общим эмоциональным подъемом. Поэтому говорить следует как можно более кратко, ясно, внятно стараться воздействовать именно на эмоции, на чувства людей, а не на их разум. Кстати сказать, хорошим примером в этом отношении может служить наш известный политик Владимир Вышевич Шеремовский. Ну, если он кончал юридический институт, то он слушал курс логики и, возможно, вполне сознательно используется своими знаниями. И последнее, что следует иметь в виду, что большинство людей вообще не вслушиваются в речи ораторов, выступающих перед ними, и ориентируются, отдавая свои симпатии тому или иному, лишь на внешний вид и манеру говорить. И манеру говорить. Если человек держится уверенно, говорит напористо и убежденно, одет соответствующим образом, с четкой и ясной дикцией, то публика склонна ему верить. Ну, что, разве не встречали вы людей, которые с восторгом говорят о каком-нибудь ораторе? О, как он держится, как он говорит, какой на нем великолепный костюм. Да, спросишь его, но о чем он говорит, что он отстаивает? Не знаю, но видно, что он прав. Ну, или, о, вот этот, видно, мужик серьезный, говорит, думает, что говорит. Видно, этот дров не наломает. Ну, а в итоге, что мы видим? Наломали. Уж сколько этих дров наломали. Можно еще отметить разделение споров на устные и письменные. Спор, который ведется в печати, обладает, конечно, своими особенностями по сравнению с устными спорами. Здесь уже меньше эмоций, здесь можно глубже подумать и с ней сформулировать свои идеи, свои мысли. Вот. Такие споры являются непременной принадлежностью науке, ну и вообще всякого серьезного обсуждения какого-либо вопроса. Но, к сожалению, мы с вами часто сталкиваемся со спорами, ведущимися в нашей периодической широкой печати. А такого рода споры порой оказываются достаточно бессмысленными. Ну, представьте себе, один журналист или автор публикует статью в какой-то своей излюбленной газете с какими-то идеями и с какими-то тезисами. Через неделю в другой газете появляется критика этой статьи, оспаривающей положение первого автора. Да, бывает. Еще через неделю в третьей газете появляется ответ первого автора на критику. Читатель, который не читал ни первого, ни второго, вообще понять ничего не может. Поэтому такого рода споры, конечно, это достаточно бесплодное дело. Ну вот, дорогие друзья, мы познакомились с тем, что такое спор и каковы бывают разновидности споров. Прежде чем перейдем к приемам спора, давайте это уже в следующий раз. Всего вам доброго, дорогие друзья! Продолжение следует...